Всем привет из Киева, столицы Украины. Сегодня 22 октября 2016 года. С вами Виктор Курсов на канале Виктор Курсов, Anthomologist BeKeyber Ukraine. Но сегодня BeKeyber Ukraine посещает улицу Банковскую недалеко от администрации президента и около памятника архитектуры, а точнее говоря, дома с химерами. Да-да, вот это место сейчас, в котором мы находимся. Здесь вот находятся флаги, потому что национальные напротив администрации президента. А рядом резиденция, в которой принимают послов. Сейчас это резиденция в доме с химерами. Почему в доме с химерами? Потому что это дом, построенный Владиславом Городецким, украинским и польским архитектором. Почему украинским? Потому что он здесь жил, а польским, потому что он родился в Винницкой. Он родился в Ровенской области. В какой он области родился? В Винницкой. В Винницкой области, которая в то время была еще в Российской империи и была частью Польши. Да-да, а вот после этого он получил образование архитектора и построил множество домов в разных городах Украины. И в том числе в Киеве несколько очень красивых и интересных домов. Вот в том числе вот этот дом с химерами. Почему с химерами? Потому что наверху находится множество разных интересных, не химер, а фантастических животных. Там находятся большие жабы, там находятся осьминоги, там находятся птицы. Ну вот, находятся рядышком. Здесь есть вот еще скульптура. Лев, пожирающий орла. Ну, это скульптура сделана его коллегой, другим архитектором. А вот, да, и этим же архитектором были спланированы тоже вот такие необычные фигуры. Но дом спланирован и сделан самим городецким. Как подарок самому себе на 40 лет своего рождения. И в нем множество красивых, интересных, замечательных комнат. Некоторые из них сейчас, любезно музеям Киева, разрешено посещение. Внутри можно посмотреть интересную архитектуру, красивые картины, красивые люстры. И еще даже старую, старинную мебель, которая, возможно, была вот примерно такая во времена городецкого. Которая была интересной фигурой. Тоже ходил в шляпе, который ездил на автомобиле, который летал даже на первых самолетах вместе. Сикорским, который был это как раз в то время первого воздухоплавания. И вообще был таким вальяжным человеком. Он любил ходить по Крещатику с маленькой обезьянкой на плече. И тем самым шоковать и шоковать также окружающих киевлян. Но, тем не менее, его помнят в Киеве и вот пассажи в таком специальном, богатеньком, я бы сказал, торговом региончике. В центре Киева, около Крещатика, можно увидеть его очень красивую, аккуратную, интересную скульптуру. Где он сидит за стульчиком, попивает чашечку кофе и листает свою книжечку в путешествие по Африке. Потому что он совершил шестимесячное путешествие на сафари. Четыре месяца он ехал в Кению и где немножко поохотился на львов, антилоп и даже бедного жирафчика. Это все у него отображено в книге и некоторые мотивы навеянные от сафари отображены здесь в виде химер и разных животных. Здесь есть слоны с бивнями, есть змеи, есть разные такие драконы. И вот поэтому это называется дом с красивыми химерами. Такое красивое и интересное место. Можно увидеть в центре Киева в 10 минутах от Крещатика, рядом с администрацией президента. Если хотите посетить на экскурсию, надо специально в музее Киева купить билетик. Так что вот такое интересное местечко есть в центре Киева. Попробуйте сюда прийти, посмотреть, получите удовольствие. Привет вам из Киева, столицы Украины. С вами был Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов. Это Молодежи, Бикибер и Грайн. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Интересно ваше мнение? Что нового интересного еще вам показать из Киева? Пишите ваши комментарии, всегда пригодятся. Пока-пока и подписывайтесь на канал. Пока-пока.